Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня... Поправь, господи, что не поправь? На, поправь. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет пранк песни. И сегодня я буду разыгрывать свою маму. Вообще, это такая дурная затея, я не знаю, что подумает моя мама, я не знаю вообще, что я буду чувствовать сейчас. Ну, в общем, я подобрала для неё интересную песню, Басты, Скажи мне, мама, вы все её знаете. И там вообще, конечно, текст такой, что идёт мужчина, как бы, пишет, но нам же нужно всё досконально, да? Ну, мы сейчас, походу, поймём, может, мы подстроим, типа, это я, девочка, а то совсем она, может быть, догадается, или может подумает, что это вообще какой-то парень пишет, сын пишет. Надо было брата взять. Ну, в общем, ладно, пока моей мамы нет, она поехала домой, она сейчас дома отдыхает, мы, короче, ей сделаем пранк этой песни. И я думаю, нам нужно её немножко и изменить всё-таки на женский лад, потому что с первой строчки не надо, чтобы она поняла, да, всю нелепость ситуации. В общем, первая строчка. Начинаем. Она должна вообще сразу ответить, я надеюсь. Прости меня, мама, за то, что вырос рано. Ждём, что же будет. Пока её нету в онлайне, мы посмотрим, что будет. Не, ну, первая строчка нормальная, правда? Какая-то она, это, ну, адекватная. Она не должна понять что-то. Хотя, она может подумать, что я немножко выпила, да, что-то потянула. Строчки в этой вот, да, уже вот, прости меня, мама, что-то уже, что-то, как будто под шофей ребёнок, да, но я не пью, и мама знает об этом, поэтому я даже не знаю, что может прийти в её голову, чтобы, что мне ответить. Ну, что-то показывает не в онлайне она у меня почему-то. Ладно, давайте подождём. Как ответить, сразу вам скажу. О, печатает! О, печатает! Боже, прости меня, мама! Прости меня, мама, за то, что выросла рано! И занимаюсь такой ерундой! Печатает, печатает! Прочитала! Интересно, что в её голове сейчас? Интересно, насколько затянется наше видео? Как быстро она поймёт, или что она, позвонит? Или скажет, доча, отстань! Привет, прощаю! Она такая, она всё проезжает! И улыбается при этом. Она ещё, наверное, не знает просто, что ждёт её дальше. Следующая строчка. Отправили. Что теперь ты скажешь на это, мамуля? Прости меня, мама, за то, что выросла рано! Привет, прощаю! Она даже ещё не подозревает, что там за текст. Я сама уже не помню текст, я прям по строчке так читаю. Надеюсь, там нет никакой жести. Вам-то понятно, весело! А мне с мамой как бы ещё жить, общаться. О, печатает что-то! Вот хорошо, когда человек, да, особо ничем не занят. Она у меня сейчас в отпуске. И может отвечать сразу. А то, блин, не все сразу отвечают. Что это с тобой? Что это с тобой, пишет мама? За то, что боль причинялась за рано и рано. Что это с тобой, пишет мама? И что? Всё в порядке? Ну, я думаю, что я видела некоторые пранки, когда начинают параллельно с песней ещё, ну, как бы успокаиваться. Но мне кажется, это неправильно, да? Мы должны написать следующие строчки. У нас два вопроса. Мы практически можем даже две строчки написать. Что теперь она скажет? Мне кажется, уже ситуация немного накаляется, правда? Она уже думает, что я не в порядке. Это о чём-то говорит. Главное, чтобы она не позвонила. Если она позвонит, то всё, понимаете? Конец розыгрышу. Я же не смогу ей петь в трубку. Хотя можно продолжать, да? Она у меня что-то спрашивает, а я ей пою ответ. Печатает. Я думаю, что её заинтриговало, что с дочкой что-то не так. И она уже переживает. Да не парься, ты всё нормально. Не, моя мама, по-моему, не догадывается ещё ни о чём. Но у неё какой-то удивлённый смайлик. Она реально думает, что я о чём-то переживаю и пытается меня успокоить. Следующая строчка, кстати, очень в тему, потому что у меня есть, но не старший брат, а младший брат. И следующая строчка у нас «Прости, что я не стала таким, как старший брат», а я напишу «Прости, что я не стала таким, как младший брат». Отправила. Сейчас она вообще с ума сойдёт. Кстати, я, ну, пишу здесь вот в смс-ках, не всегда со знакомым перепинанием. И тут ещё запятые эти, блин, долго ставить. Давайте и без запятых. А то догадается. Я всё время с ошибками что-нибудь пишу. Скажу, бля, пишет такой бред, и всё так правильно расставляются, все запятые. Что-то тут не то. Печатает. Печатает, печатает. Ты выпила? Мам, ты же знаешь, что я не пью. Ты же знаешь. Так, следующая строчка. Я не буду ничего отвечать. Выпила я, не выпила. Следующая строчка. Ой, это не она. Ты выпила, пишет она мне. А я и моя жизнь, мама, как чёрно-белое кино, да? Что-то чувствуется какой-то неадекват. Интересно, вот как бы я реагировала, если бы меня вот так разыгрывали? Не, ну, я, наверное, бы сразу подумала, ой, это пранк. Начала бы искать песни какие-то в голове. Может быть, поприкалывалась бы, поняла бы, что это пранк. Мама, мама, мама пишет. Мама пишет. Честно говоря, мне кажется, с моей мамой что-то не то. Она мне пишет. Да ладно, жизнь моя, прекрасно. И цветочек. То есть, сначала она мне пишет. Ты что, выпила? А когда я пишу. Моя жизнь, как чёрно-белое кино. Она мне пишет, твоя жизнь прекрасна. Снова пытается меня успокоить. У нее два состояния. Заметили? Она что-то подозревает, но в то же самое время она мила и добра к своему ребёнку. Что ты скажешь на следующую строчку? Мама вообще... Видите, у меня непробиваемая. Так. Но она эту песню не знает. Всё вроде бы неплохо, но всегда есть одно но. Отправили. Мне интересно, мы дойдём до припева. Там же припев такой классный. Петятое, Джова. Мне кажется, она уже понимает, что это просто прикалывается. Не знаю. Даже не знаю. Мне интересно спросить. Что ещё? ну и хочется поговорить о жизни все вроде бы неплохо но всегда есть одно но что еще что еще за но и главное не звонит видите то есть она думает я чем-то занята не надо не отвлекать понять нелегко почему все именно так как даже поймешь что это раз а чё весело да что есть надеюсь мама в голове нет или в душе не останется отпечаток что ее дочь что-то крыша едет потихонечку я в ее сердце всегда останусь нормальным здоровым ребенком чатает ты чё прикалываешься пишет она мне вот 2 срочка будет еще похоже на эту первую вот сейчас чё она скажет именно так и не иначе что это значит что-то она сети у нас вышла надеюсь она не переживает за свою девочку ну подождем пока войдет тогда так вроде что-то ответила я думаю это какая-то шутка пишет мама наверное поэтому она мне еще не звонит ох 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 ну посмотрим что она на это ответит пожелай мне удачи мама меня зовет дорога так она ответила мне куда ты собралась позвони мне видите она у меня какая скромная не звонит потому что считает что может быть я чем-то занята я ей не позвоню нет я напишу следующую строчку ты слезы прячешь мама меня не будет долго это должна точно убить хотя у меня не убиваемая мама непробиваемая точнее все у нее спокойно она безмятежный человек и как бы она знает что я дома что все в порядке что я не пью что я адекватная ну она только и может догадаться что я опекалась но я же не говорила ни о чем могла бы предупредить правду что я приколюсь над тобой мама ну-ка 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 печатает ответила мне девочки и мальчики мне кажется что короче мама подыгрывает мне похоже она поняла что ты как будто она решила меня прости мать она мне пишет ты чё в тюрьму забралась вы понимаете что это то есть если долго ждать ты только в тюрьму мама ну ты чё ну нет конечно какая тюрьма мне уже интересна мамин реакция она мне такая непредсказуемая вот уже меня в тюрьму отправила я знаю знаешь я знаю веришь мама мы отправили ей очередное сообщение но она такое немножко ни о чем пишет нам до припева осталось с вами знаете сколько строчек и 5 строчек выдержит ли она мне чтоб не позвонить не ну она по ходу поняла что это какой-то прикол только какой конкретно она наверное не знает и она дома вроде должна быть одна чтоб никто и не мог подсказать не брат соседи она пишет у меня с юмором все нормально и чё кто-то пришел сейчас пойду открою соседи приходи так а пока они приходили пока ко мне приходили мама что-то написала так она написала потом расскажешь что за прикол ну понятно догадалась но она спрашивает она же еще не в курсах как бы давайте добьем ситуацию надо вот прям вот что-то что заэмоционалила она что ли да нам же это интересно и может все дела этого ждет уверен пишите не вставай, сынок, а вставай, дочка. И когда вздевала судьба мне с ног, сквозь боль и отчаяние слышала голос, вставай, дочка. Вставай, дочка. Ну, я так не говорила никогда. Вставай, дочка. И что-то я не особо не падала. А это нет, если я где-то спотыкалась, может, были моменты, она мне говорила, вставай, дочка. А-а-а, нет, я помню, когда она мне говорила, вставай, дочка. Когда мне куда-то надо рано вставать. Она мне каждое утро говорила, вставай, дочка, в школу, вставай, дочка, там. Ну, на работу я редко ходила. В детстве я редко работала. В глубоком детстве. В детстве я не работала. Ну, 11 лет, это уже не детство, знаете ли. Я хотела работать. Я твоя поддержка, пишет мне мама. То есть, она все за чистую монету. Вот, все, понимаете? Вот она думает, что это все мои мысли, что это все я придумала. Скажи мне, мама, ты не нравишься мне высокого мнения. Эту балладу я посвящаю всем матерям, что свою любовь дарят нам. Отправила мне. Последние строчки куплета. И следующий начнется у нас припев. Ну, я надеюсь, что она так не будет еще песню мне отвечать. Нет, твоя поддержка. Все хорошо. Ну, сколько ее может хватить. У всех же есть свои пределы какие-то. Ой, как думаете, она догадалась, что это прикол? Ну, судя по тому, что расскажешь, что за прикол там и так далее, наверное, она знает, да, что мы приколуемся на день. Тем более, она знает, что я блогер. Там вечно какие-то приколы. То я лизунок делаю, да, кошмарных, то начинаю писать теперь ей какие-то непонятные вещи. О, она мне пишет это новая песня. Ну, да, эту балладу я посвящаю всем матерям, что любовь свою дает нам. Она, наверное, только думалась, так это ж песенку моя доча пишет, новую. А я же все время ее раньше скидывала же тоже. Угу. Ну, давайте зададим тогда и вопрос из припева. Это очень интересный вопрос. Философский. Как она на него ответит? Самое главное, что я не отвечаю ни на один вопрос ее поставлено. Расскажешь ли ты, что это прикол? Я ей опять новую строчку. Это твоя новая песня? Я ей опять новую строчку. Как будто робот какой-то, да? Ну, знаете, вот на самом деле как-то с мамой не переживаешь. Вот так вот. Ну, у меня мама вообще очень адекватная в плане детей своих, да, и вообще жизни. Поэтому нет у меня какого-то страха. Ааа, что она подумает? Что она будет подумать? Прикол какой-то. Да? Ну, хоть это радует. Хотя мне интересно, что там она. Может, она смеется? Тихую там вообще. Угорает с меня. Я над ней приколываюсь, она надо мной. Нормально это в пуще. Ну, пока молчит что-то. Ааа, я знаю эту песню! Пишет она! Ну, чё, блин? И чё, всё, розыгрыш закончился? Знает эту песню. Откуда она знает эту песню? Она не должна знать эту песню. Блин. Её пел Виталик в караоке. Ааа, Виталик это мой брат младший. И мы любим Басту все очень. А он пелый. Ну вот, мама на строчке из припева догадалась, что это прикол. В общем, вот такой получился розыгрыш у нас, да? Надо позвонить будет маме и сказать ей, что да, это был прикол. Но она поняла, что это был прикол. Хотя она, может, и слышала что-нибудь про эти пранки. Уже она же со мной долго. Вы решили приколоться, да? Над моей прошаренной мамой. Которая знает все приколы, которые могут случиться. Ну вот. Хорошо. Значит, она ничего плохого про меня не подумает. Но отправить меня в тюрьму? Ты что, в тюрьму собралась? Ну, это, наверное, она реально стебалась надо мной. Ой, мама. Ну, ладно. В общем, вот такой прикол у нас получился. Сейчас буду монтировать. Это куча всего. Так неудобно снимать эти пранки вообще. В общем, ладно, попробую смонтировать все это. Кому понравилось, ставьте лайк. Кто первый раз на моем канале, подписывайтесь. Впереди много интересного. Следим за трендами, модными приколами. Пишите свои пожелания, что бы вы хотели, чтобы я сняла. И мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока. Моя жизнь это драма, моя душа несется ввысь. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...